Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим конструкцию, принцип действия и технические характеристики тестами сильных машин периодического действия. И создавая это видео я не ставил своей целью охватить абсолютно все существующие на данный момент тестами сильные машины периодического действия. Если вам интересно какие производители выпускают данные машины, то я вам могу сказать, что в России такими производителями является Шебекинский машиностроительный завод. Он выпускает тестами сильные машины периодического действия с подкатными дежами. За рубежом таким производителем до сих пор является компания Твидди Англия. Кроме этого, в Германии и США существует большое количество производителей тестами сильных машин для хлебопекарного теста. Тестами сильные машины периодического действия имеют стационарные или подкатные дежи, в которых осуществляется перемешивание компонентов с помощью миссильной лопасти. Последнее может совершать вращательное, планетарное или сложное поступательное движение. В результате чего периодически подвергается механическому воздействию вся масса компонентов, находящаяся в деже. В настоящее время в связи с развитием интенсивного замеса, машины комплектуются автоматическим управлением, обеспечивающим оптимальные параметры замеса и соблюдение высокой точности дозирования компонентов. С целью интенсификации процессов брожения после замеса в некоторых тестомесильных машинах применяется вакуумирование и замес под давлением. При повышении частоты воздействия миссильной лопасти на тесто сокращается длительность замеса. А это в свою очередь позволяет осуществлять замес в дежах малой вместимости, что по сути приближает такой замес к непрерывному и позволяет одновременно использовать достоинства периодического замеса. Рассмотрим тестомесильные машины периодического действия со стационарными емкостями. Тесто миссильная машина ТМ-63 предназначена для замеса теста крепкой консистенции, бараночного для мучных кондитерских изделий. Машина состоит из стационарной металлической корытообразной емкости 16 вместимостью 200 литров, внутри которой расположено два Z-образных миссильных органа 3, вращающихся навстречу друг другу вокруг своей горизонтальной оси. Емкость закрыта неподвижной крышкой 6. Миссильные органы выполняются литыми или сварными и располагаются в подшипниках скольжения, установленных в торцовых стенках 7 емкости. Частота вращения миссильных лопастей 30 оборотов в минуту. В движения миссильные органы приводятся от электродвигателя 12, мощностью 4,5 кВт и частотой вращения 750 оборотов в минуту. Через клиноременную передачу 15 и 2 пары косозубых шестерен 14 и 13. Подача муки и жидких компонентов для замеса производится через горловину 5 и патрубок 4 при вращениями сильных органов. Продолжительность замеса теста из сортовой пшеничной муки 5-7 минут. После окончания замеса теста включается электродвигатель 11, мощностью 1,1 кВт и частотой вращения 1500 оборотов в минуту, который через клиноременную передачу 10, пару цилиндрических шестерен 9, червяк 8 и червячный сектор 2, соединенный с торцовой стенкой поворачивает емкость вокруг оси одного из миссильных органов. После поворота емкости выгрузка теста из нее производится вращением миссильных органов при включенном электродвигателе 12. Выключение электродвигателя 11 после окончания поворота емкости производится с помощью концевых выключателей, установленных в станине 1. Производительность машины 8 тонн в сутки. Габаритные размеры в миллиметрах 1600 на 1400 на 1400. Кроме рассмотренной машины на хлебозаводах в кондитерских цехах применяются тестомесильные машины со стационарной емкостью аналогичной конструкции М2М50 и ТММ120. Эти машины используются для приготовления различных рецептурных смесей и замеса сахарного теста. По конструкции они аналогичны рассмотренной выше машине. Тесто мессильная машина R3-HTE3 предназначена для интенсивного замеса пшеничного и ржана пшеничного теста, а также может применяться для замеса теста при выработке бараночных изделий. Эта машина устанавливается в агрегатах для приготовления теста ускоренным способом, а также может работать автономно. Машина состоит из стационарной мессильной емкости 8 с полуцилиндрическим днищем, изготовленное из нержавеющей стали. Внутри емкости расположен мессильный орган из двух двуплечих крестовин 9, соединенных между собой штангой 15. Каждая из крестовин укреплена на отдельном шлицевом валу 6, который расположен в роликовых подшипниках 28 и проходит внутри втулки 27, установленной в подшипнике скольжения 7. С наружной стороны вала 6 укреплена приводная звездочка 5. Каждая крестовина мессильного органа имеет самостоятельный привод и вращается от трехскоростного электродвигателя 1 через клиноременную передачу 3. Цилиндрический редуктор 2 и зубчатую цепную передачу 18. Натяжение цепи осуществляется с помощью натяжного устройства 17. Благодаря принятой конфигурации мессильного органа масса теста в процессе замеса перемещается по сложной траектории. В результате обеспечивается его интенсивная механическая обработка. Над мессильной емкостью установлена неподвижная крышка 10, укрепленная на кронштейне 13. Для обеспечения герметизации крышка и мессильная емкость имеют совместное лабиринтное уплотнение 14. В крышке расположен патрубок 11 с шибером 12 для загрузки муки и два штуцера 20 с кранами для подачи в емкость жидких компонентов. Прекращение подачи муки и жидких компонентов в емкость производится поворотом шибера 12 и кранов через систему рычагов 21, которые приводятся от рукоятки 29. Выгрузка теста после окончания замеса осуществляется путем поворотами сильной емкости вокруг горизонтальной оси на угол 120 градусов. Поворот осуществляется от электродвигателя 22, мощностью 1,1 киловатта и частотой вращения 920 оборотов в минуту. Через клиноременную передачу 23, червячный редуктор 25 со звездочкой 24 и цепную передачу звездочка 26, которые поворачивают втулку 27, соединенную с торцевой стенкой миссильной емкости. В процессе замеса теста емкость закрепляется в вертикальном положении фиксатором 19 при помощи рукоятки 30. Все элементы машины смонтированы на станине 4, состоящие из двух стоек и основания. Управление работой машины осуществляется от отдельно стоящего пульта управления и блока управления 16, смонтированного в правой стойке станины. Замес теста на машине производится в трех режимах движения миссильного органа по заранее заданной программе в зависимости от хлебопекарных свойств муки. Частота вращения миссильного органа соответственно 60, 90 и 120 оборотов в минуту. Продолжительность работы на каждой скорости обуславливается физическими свойствами муки. Суммарное время замеса на трех скоростях варьирует от двух с половиной до трех минут. При необходимости замес может осуществляться в автоматическом режиме на двух скоростях. Необходимое время обработки на соответствующей скорости устанавливается при помощи реле, расположенного на панели пульта управления. Производительность машины 23-28 тонн в сутки. Вместимость миссильной емкости 0,35 кубометра. Максимальная мощность необходимая для замеса 21 киловатт. Габаритные размеры в миллиметрах от на 1860 на 1400 на 1870. Рассмотрим тестомиссильные машины периодического действия с подкатными дежами. Тестомиссильная машина стандарт имеет широкое применение на хлебо-фекарных предприятиях для замеса опары, закваски и теста из пшеничной и рожаной муки различных сортов. Машина состоит из чугунного корпуса 1, установленного на фундаментной плите, миссильного органа 3 и подкатной дежи 11. Миссильный орган выполнен в виде изогнутого под углом 118 градусов рычага, рабочий конец которого имеет фигурную лопасть по форме соответствующую профилю дежи. Рычаг миссильного органа опирается на шарнирную вилку 8 и вставлен концом в подшипник 7, запрессованный в корпус червячного колеса. Миссильный орган приводится в движение от электродвигателя 2 мощностью 4,5 киловатта, частотой вращения 1440 оборотов в минуту. Через клиноременную передачу 3, червяк 4, червячное колесо 6, свободно насаженное на палец 5. При вращении червячного колеса прямой участок рычага описывает конус, а изогнутый сложную пространственную кривую. Число качаниями сильного органа 23,5 в минуту. Дежа представляет собой стальную штампованную емкость, которая центральной ЦАПФИ-16 вставлена во втулку трехколесной каретки 13. Под днищем дежи укреплено червячное колесо 12, которая входит в зацепление с червяком 18. Дежа приводится во вращение от вала червяка 4 через клиноременную передачу 19 и делает 5,9 оборотов в минуту. Вместимость дежи 330 литров. Для замеса теста дежа накатывается на фундаментную плиту 15, каретка 13 запирается рычагом 17, после чего закрывается крышка 10 и машина включается в работу. Мессильная машина оборудована блокирующим устройством, которое допускает работу только при закрытой крышке. Освобождение каретки дежи после замеса производится нажатием педали 14. Машины стандарт обеспечивают хороший замес теста, просты по конструкции и обслуживании, что является их достоинством. Недостаток – это быстрый износ червячной пары в приводе дежи. Тестомесильные машины с дежами вместимостью 330 литров нашли применение в тестоприготовительном агрегате BAG20-30. В днище дежи предусмотрено отверстие с откидным клапаном для выгрузки теста. Тестоприготовительные агрегаты рассматриваются в отдельном видео. Универсальная тестомесильная машина Т1ХТ2А с облегченными подкатными дежами Т1ХТ2Д вместимостью 330 литров. Эта машина предназначена для замены тестомесильной машины стандарт и отличается от отсутствием привода дежи. Вращение дежи производится на поворотной площадке 1 вмонтированной в фундаментную плиту 2. Площадка приводится во вращение двойного клиноременного шкива электродвигателя 3 машины. Одна передача служит для червячной пары 5 привода, месильного органа 6 машины. Другая 4 для привода площадки через червячные редукторы с передаточными отношениями 8,5 и 25,5, размещенные в фундаментной плите. Чан подкатной дежи, изготовленный из листовой стали, установлен на трехколесной чугунной каретке. Для фиксации подкатной дежи на поворотной площадке предусмотрены два штыря 7 и стойки защелки, а для освобождения дежи после замеса педаль. Эта машина применяется на хлебозаводах для замеса теста при выработке хлебных, булочных и сдобных изделий широкого ассортимента. Она может работать как с подкатными дежами Т1ХТ2Д, так и с дежами стандарт, что позволяет применять ее как на вновь строящихся, так и на действующих хлебозаводах. В результате проведенной унификации и изменения конструкции тестомесильной машины и дежи, удельный расход металла по сравнению с машиной стандарт уменьшился с 65 кг на литр вместимости до 45 кг на литр вместимости. Тестомесильная машина ТММ-1М предназначена для замеса опары и теста влажностью не менее 39% в подкатных дежах Т140 при выработке различных сортов сдобных булочных изделий. Она применяется на хлебопекарных предприятиях малой мощности и в кондитерских цехах. Машина состоит из станины 7, рычага 2 с месильным органом 13 и направляющей лопаткой 17. Ограждение 1 месильного органа и привода. Месильный рычаг опирается на шарнирную вилку 3. Хвостовик рычага установлен в подшипнике, который укреплен в кривошипе 4, который в свою очередь укреплен на ступице звездочки 5. Замес теста производится в подкатной деже вместимостью 140 литров. Дежа состоит из трехколесной каретки 18, на которой установлена сварная емкость 19. К днищу емкости приварен фланец 21 со шлицевой втулкой 20. Укрепленный в ступице 23 каретки. В этой ступице укреплен шлицевой валик с квадратным хвостовиком 22. Дежа накатывается на площадку 14. При этом квадратный хвостовик шлицевого валика дежи входит в квадратное гнездо диска 16. При этом дежа автоматически фиксируется и в нее подается мука и все жидкие компоненты. В движение машина приводится от электродвигателя 8 мощностью 2,2 киловатта и частотой вращения 1430 оборотов в минуту через главный редуктор 11. Вал червячатого колеса имеет два выходных конца. На одном конце укреплена звездочка 10, цепной передачи 9. Вращающая звездочку 5, которая приводит в движение миссильный рычаг. Другой конец вала через муфту и соединительный валик 12 передает движение червячному редуктору 15. На валу червячатого колеса которого расположен диск 16, на котором вращается дежа. Для проворачивания миссильного рычага вручную на противоположном конце вала электродвигателя укреплен маховик 6. Техническая характеристика теста бессильных машин с подкатными дежами представлена в таблице на слайде. Для брожения теста, приготовленного в подкатных дежах, на предприятиях малой мощности применяются стационарные камеры, в которых поддерживаются определенные параметры среды. Относительная влажность 75-80% и температура от 28 до 32 градусов Цельсия. Тестами сильная машина конструкции инженера Марсакова. Применяется для замеса ржаного и пшеничного теста на хлебозаводах кольцевой системы. Относится к группе машин с наклонной осью вращения миссильного органа и принудительным вращением дежи, которое установлено на жестком кольцевом конвейере. Машина смонтирована на станине 2 и имеет два миссильных органа 1, которые совершают встречное вращение. В движение миссильные органы приводятся от электродвигателя 3, мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 930 оборотов в минуту, через пружинную фрикционную муфту 4, червяки 5 и червячные колеса 6. Червяки имеют противоположное направление витков и укреплены на общем валу 13. В нижней части станины установлен подъемно-вращательный механизм 18, который осуществляет подъемы вращения дежи, когда конвейер устанавливает ее под тестами сильную машину. Подъемно-вращательный механизм расположен в корпусе 14 и приводится в движение от реверсного электродвигателя, который через червяк 15 вращает червячный обод 9 с гайкой 10, насаженный на подъемный винт 12. При вращении гайки винт, перемещаясь вверх платформой 8, снимает дежу с конвейера 17. При этом центрирующий штырь 16 входит во втулку днища дежи. Одновременно дежа закрепляется запорным механизмом, установленным на платформе. Движение подъемного винта продолжается до тех пор, пока стопорное кольцо 11 не упрется в торец гайки 10. При этом винт начинает вращаться вместе с гайкой, передавая через платформу вращения дежи 7. После окончания замеса электродвигатель подъемно-вращательного механизма переключается на обратный ход, что приводит к прекращению вращения дежи, которая опускается и устанавливается на конвейер. Последний перемещает дежу с тестом для брожения, подавая очередную дежу для замеса теста. Для предупреждения вращения винта вместе с гайкой в момент подъема служит направляющее устройство. После окончания каждого замеса необходимо, чтобы миссильные органы находились в верхнем положении. Это осуществляется с помощью механизма останова. На валу миссильного органа имеется выступ, который поворачивает большую звездочку, последняя пальцем поворачивает малую звездочку. Эта звездочка в момент окончания замеса воздействует упором на конечный выключатель. В результате электродвигатели теста миссильной машины и подъем на вращательного механизма выключаются. Одновременно в тот момент, когда миссильные органы находятся в верхнем положении. Машины ДК получили широкое распространение за рубежом благодаря интенсивному воздействию на тесто и более рациональной организации процесса замеса. Машины ДК двухконусные изготавливаются фирмой Вернен Унт Федерер и по ее лицензии машиностроительным заводом в городе Битгоц, Польша и другие. Машина предназначена для интенсивного замеса ржаного и пшеничного теста. Подкатная дежа имеет принудительное вращение. Пульт управления 4 снабжен реле времени. На рисунке крышка машины приподнята. В рабочем положении ось миссильной лопасти опускается в дежу до угол 45 градусов. При работе лопасть 2 описывает поверхность двойного конуса с некоторым наклоном вдоль образующей. При сложении движениями сильного рычага и вращающейся массы в деже происходит достаточная механическая проработка теста с периодически чередующимся сжатием и растяжением массы, что способствует образованию упругого теста. По сравнению с тестомесильными машинами стандарт и Т1ХТ2А замес здесь интенсивнее. При этом стенки рычага последовательно проходят по наклонной линии вдоль боковой и донной поверхности дежи, подвергая последовательно механической проработке всю массу теста в деже. Удельный расход энергии при замесе пшеничного теста составляет 30-40 джоуль на грамм, что можно отнести эту машину к типу суперинтенсивных замесов. Длительность замеса пшеничного теста до 10 минут, ржаного 3-4 минуты. Характер воздействиями сильной лопасти на тесто показан на слайде. Машина ДК снабжена автоматическим реле времени, который отключает привод месильного вала и включает подъем крышки и вывод месильного рычага из дежи. Закрывание крышки перед замесом осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки на пульте дежи. Оригинальными здесь являются месильный рычаг механизма привода и подъема месильной лопасти, а также привод дежи с помощью цилиндрической зубчатой передачи, которая полностью закрыта корпусом каретки. Особого внимания заслуживает защитное покрытие типа рильсон. Оно очень прочное и стойкое, создает глянцевую поверхность, которая легко очищается от муки и теста. Также для этих целей может применяться синтетическое покрытие Готек Пласт марки X32FP. Основные технические характеристики тестомесильных машин ДК представлены в таблице на слайде. Тестомесильная машина Момент 100 предназначена для суперинтенсивного замеса пшеничного и ржаного теста по специальной рецептуре, что позволяет сократить процесс брожения перед разделкой до 20 минут при безопарном тестоведении. Может быть использована для замеса различных сортов кондитерского теста. Трубчатая рама 1 машины закреплена на трех катках 2, обеспечивающих удобное ее перемещение в цехе. В рабочем состоянии рама фиксируется с помощью винтов 14. Машина оборудована стационарной дежой 7, в центре которой размещен месильный вал 11. Привод машины осуществляется от электродвигателя 3, на удлиненном валу которого закреплены две месильные лопасти 12. Сверху месильная емкость закрывается крышкой 10, фиксируется защелкой 9 в ручке 8. Дежа с электродвигателем опираются на раму с помощью вала 4, укрепленного в станине с помощью шарнирных опор 5. Левая опора имеет подпружиненную защелку с рукояткой 6, позволяющую фиксировать дежу в вертикальном, рабочем и горизонтальном положении для разгрузки и очистки дежи. Машина подключается к сети с помощью штепсельного разъема 13. Основные показатели машины момент представлены в таблице на слайде. Длительность замеса устанавливается по реле времени и не должна превышать 2,5 минуты. В противном случае вокруг вала начнет залипать тесто, что может явиться причиной ухудшения его качества. Воду надо охлаждать так, чтобы в конце замеса температура теста не превышала 32-35 градусов Цельсия. В этом видео мы рассмотрели тестами сильные машины периодического действия со стационарными и подкатными дежами. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересно. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok